друзья всем большой привет меня зовут шура и вы на моем канале шурами вы смотрите мой 29 влог в нем в основном будет сниматься серёжа я буду как оператор и спасибо большое ему что он разрешает его снимать что он с удовольствием рассказывает что происходит что он делает и в общем за все ему спасибо я надеюсь что вам будет интересно приятного просмотра мама серёжа на новый год подарила нож и он от него в восторге он его с собой возит везде на даче он с ним не расстается но у него есть одна небольшая проблема вот серёжа расскажи какая проблема это вот кстати я серёжа вязала друга он с ним не расстается он с ним работает сидит он с ним все делает рассказывай про проблему с ножом что там не так вот такой вот ножик значит мне очень нравится как он работает открывается закрывается иногда как как этот антистресс использую сижу открываю закрываю вот единственное что здесь за . за . такая как как у топора можно сказать потому что очень сведение ну как бы низко начинается то есть сама режущая кромка она я даже не на миллиметра 2 наверно вот это плохо скажется на режущих свойствах ножа я хочу его переточить чтобы у него была режущая кромка пошире ну чтобы он был в принципе поострее и ему было сподручнее работать потому что например я ну какие-нибудь пакеты пытаюсь отрезать и он как бы их рвет они режут я думаю что здесь еще как бы особенность в рисунке он он фактурный как бы рельефный и он может тоже цеплять за материал который режешь я его буду перетачивать сейчас чтобы перетачивать у меня здесь специальная приспособа такая вот это заточной станок я долгое время себе хотел такую штуку и наконец-то приобрел в чем здесь суть для того чтобы перетачивать нож ну надо держать угол потому что иначе у него будет скругленная кромка режущая есть конечно ножи всякие там типа якутский нож у них скругленная режущая кромка но я люблю когда как бы четкая граница идет соответственно для этого и нужно можно использовать такой станок фиксируется вот это вот направляющая на той высоте какой угол как бы требуется получить дальше берем вот так ослабляем вот эти вот болты винты зажимаем резьбе ножа теперь берем значит брусок заточной в комплекте были бруски каменные различные зернистостью точильных ножей много не бывает как вы помните я еще дополнительно купил алмазные такие бруски они лучше съедают материал короче меньше усилий требуется чтобы заточить сейчас посмотрим получится единственный минус что здесь но у меня есть ощущение что здесь угол на одной стороне отличается другой это как-то можно отрегулировать может быть шаевой может еще чем-то но у меня пока и так устраивает и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Вот, здесь вот есть реле напряжения и тока, которые показывают текущую нагрузку по напряжению на первой фазе. Вот. И сколько ампер ток сейчас расходуется. То есть, например, если взять и сделать, включить посильнее вентилятор, будет вот 8-8,5 ампер. Уже, да, больше. Да. Если выключить вообще, то будет 0 ампер. Потому что, ну, эта лампа светодиодная, она много не потребляет тока. Ага. Вот. И, ну, тут фишка такая интересная есть. Сейчас покажу. Допустим, мы отключили все. Ага. Вот. Здесь реле стартует. Короче, вот это вот реле напряжение, оно настраивается вообще там. Можно выставлять границы верхние, нижние напряжение тока, чего угодно можно делать. И оно, как бы, включается через какое-то время. То есть, смотрите. Я включил 4, 3, 2, 1. Ага. Прикольно. Щелк и погнал. И все включилось. Обалдеть. Технологии будущего вообще. Здорово. Молодец, Серенька. Молодец. Спасибо. Друзья, смотрите. Помните дерево, которое я обрезала, которое мы пересаживали два раза. Для того, чтобы просто вот оно было кустиком. Мы здесь планируем, наверное, санузел, но я точно не знаю. И, ну, вроде как, рядом с санузлом, в принципе, без разницы, что будет расти. И вот это дерево я обрезала, показывала вам, как я его обрезаю. Для того, чтобы оно хорошенько прижилось и уже потом занималось листьями. И, смотрите, вот появляются новые веточки. Их еще немного, но на самом деле уже вот здесь вот, вот, смотрите, почки, 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 листочки. И внизу там тоже есть. То есть деревце наше оживает. Так что будет оно расти. Ну, цвести не будет. Вот это не цветущее дерево. Но, тем не менее, расти будет. А цветы мои, которые я сажала, они не взошли. Ну, потому что дело в том, что вот сейчас прошли дожди и хорошо. А на тот момент, когда я их посадила, была очень сильная засуха. Мы здесь бываем где-то раз в две недели. Ну, самое частое, наверное. Вот. И, ну, конечно, никакого полива, ничего не было. И семечки просто погибли. Ну, что поделать. Ну, вот так вот. В принципе, я к этому была готова. Ничего страшного. Но зато вот деревце начало оживать. Друзья, Сережа сейчас стоит на стремянке. У нас прошел дождь. Поэтому стремянка вот так вот утопла. Но это ничего страшного. Так, в принципе, воды на участке нет. И Сережа сейчас подсоединяет провода к проводам, которые идут от столба, к проводам, которые будут идти уже в бытовку, в щиток и так далее. Потом, когда он подсоединится к распределительному щитку, сделает заземление. Вот. Так что вот такие вот сегодня дела у нас. Сережа делает электричество. Вот такое пока что временное решение для того, чтобы подключить, собственно, перфоратор для того, чтобы сделать заземление. У нас Сережа в щиток сделал прям розеточку. И он сейчас туда будет подключаться. Как можете видеть, вот все работает. Так что мы уже почти, ну, даже больше, чем на полпути. Вот такой Сережа молодец. Такое большое дело сделал, конечно. Но еще не все. Работа айтишником — это когда у тебя нет выходных. И даже когда у тебя выходные, у тебя все равно не выходные. Сейчас с работы Сереже позвонили. У него даже с собой нет компьютера, потому что, ну, вообще-то выходной день. Но сказали, подключайся к совещанию и давай нам помогай. Вот такие вот дела. Так что, да, такая вот работа. Помните, я вам показывала, что мы взяли вот такой светильничек на солнечной батарее. И вот сейчас уже стемнело. Ой, муж до сих пор общается по работе. Я не знаю, как мы будем монтировать. Не мы, а как мой муж будет монтировать сейчас заземление в темноте. И потом еще проводить сюда щиток. Внутрь бытовки. Это вообще, конечно, будет квест. Ну да ладно. И вот, смотрите. Вот небольшой светодиодик горит. И, в принципе, ну, конечно, это не дает прям освещение. Но, тем не менее, как ориентир, например, если вечером по двору идти, в принципе, это может быть. Ну, мы от него ничего не ждали. Купили его в фикс прайсе. Просто вот решила показать, что он горит. Я ушла в бытовку, потому что уже похолодало совсем. И я решила, что я ответ распрячусь в бытовке. Вот. Мужа сюда пыталась позвать, но он не идет. Вот. Так что просто сижу и вот заметила, что загорелся фонарик вот этот вот. Решила с вами поделиться. Вот такие вот. Что это такое, Сережа? Это модульное заземление. Модульное заземление. Вот такие вот модули. Всего их четыре штуки. Их нужно забивать в землю. Забиваются они в землю с помощью вот такой вот штуки. Это перфоратор. Мы его взяли на прокат на сутки. Завтра вернем. Таких, значит, четыре. Вот еще две. Одну Сережу уже забил. Еще две. И потом вот в эти вот трубы оранжевенькие будут разводиться, будет разводиться провод заземления и, в общем, будет делаться заземление. Нужно подтягивать периодически. Ага. Потому что, когда вот так вот забиваешь, там раскручиваются вот эти муфты. Ага. Вот. Соединяющие вот эти модули, да? Ага. По ТЗ нужно откручивать каждый м 30 см, забивание. Ага. Ну, видимо, придется так делать, иначе. Раскрутиться. И все. И нет земли. И все. И нет земли. Вот так вот. Уже две получается там внутри. на 6 метров глубины эти все направляющие ой, не направляющие, модули это пруты на заднем плане наша стремянка потрясающая стоит просто вся в грязи потому что у нас здесь после дождя травки совсем мало и грязи много мы приехали дождик только закончился а до этого он лил всю ночь и полдня поэтому собственно и грязно но ничего страшного, мы ее очистим танки грязи не боятся друзья, я в этом влоге буду оператором а Сережа будет ведущим он вам сейчас расскажет очень интересную штуку я об этом узнала недавно тоже в интернете увидела я считаю, об этом должны знать абсолютно все давай, Сережа, рассказывай здравствуйте значит о чем хочу я вам поведать значит, есть такая опция в Российской Федерации как возможность взять книги в Литресе из фонда библиотеки я прошу прощения немножко перебью кто-то не знает, что такое Литрес Литрес это такой портал такой сайт в интернете, где можно купить книги почти любую книгу которая есть в бумажном варианте она также наверняка есть в электронном есть еще там аудиокниги и вот я всегда читаю на телефоне книги и я их покупаю вот в Литрес так, продолжай, извини, пожалуйста ничего, спасибо за дополнение да, вот собственно можно эти книги там брать и можно их покупать можно брать в аренду но можно также брать их и бесплатно для этого необходимо пойти в местную библиотеку получить читательский билет и попросить библиотекали предоставить доступ к библиотечному фонду на Литрес ну там у каждого процедура своя но в целом нужно оставить номер телефона и почту и дальше они либо на почту перешлют код, который нужно будет в Литресе ввести в личном кабинете либо, как в моем случае получилось я оставил номер телефона и почту мне сами позвонили и сказали, что вот доступ как бы предоставили нужно свой Литрес дать, да? ну как-то или как они узнают как они тебе предоставили доступ? ну судя по тому, что мне сказала тетенька из библиотеки она сказала, что вот аккаунт у вас уже есть ну у них, у них, у библиотекарей тоже есть аккаунт на Литресе только библиотечный как бы свой собственный там какая-то админка своя хитрая и там, соответственно, они проверяют как бы есть такой пользователь или нет да и выдают ему доступ к книгам из фонда библиотечного вот и это дальше работает как в обычной библиотеке то есть ты заходишь на Литрес значит, выбираешь книгу сейчас я покажу так вот, значит, заходишь на Литрес вот, здесь появляется такая кнопка запросить у библиотеки вот, нажимаешь запросить у библиотеки и, значит, у библиотекаря в личном кабинете того же Литреса появляется заявка которую он может одобрить там, если, допустим, книга в фонде уже есть то он просто ее выдаст там, видимо, нажмет там одобрено, согласовано вот, и все у тебя появится доступ на две недели к книге и ты сколько угодно раз можешь запрашивать то есть две недели истекли книга у тебя, ну, у тебя ее отобрали можно так сказать но ты, допустим, ее не дослушал или не дочитал и ты еще раз просто делаешь запрос и опять бесплатно на две недели тебе предоставляется эта книга да, как в обычной библиотеке то есть как ты вот ножками приходишь в библиотеку и берешь книгу там, дайте, пожалуйста, мне книгу вот, пожалуйста верните тогда-то, тогда-то только это как бы электронная форма библиотеки и если, допустим, в фонде библиотеки нет книги, которую ты хочешь то ты связываешься с библиотекой библиотека покупает эту книгу на Литрес и точно так же тебе дает доступ потом на две недели ну, это какое-то время займет но, тем не менее, это все очень как-то быстро и даже книга, которая не числится в фонде ее все равно можно получить бесплатно нужно только связаться с библиотекой то есть, смотрите, получается вообще все книги, которые есть на Литрес мы можем читать бесплатно да ну, как бы там отдельно связываться не надо то есть просто ты запросить у библиотеки и дальше в зависимости от наличия либо они ее выдают сразу либо они ее закупают и, ну, как раз таки это время как-то занимает то есть мне не сказали, что нужно прям отдельно звонить туда что если книги нет, звоните нам там обязательно согласовывайте ага, то есть в любом случае вот эту кнопку запросить у библиотекаря нажимаете и получается, что в зависимости от того, есть она в наличии или нет они либо купят, либо сразу дадут доступ да, примерно так это все и работает вот так, так что пользуйтесь это очень удобная опция очень классная штука, да спасибо интернету, что он нам об этом рассказал спасибо интернету, да знали бы раньше, что сэкономили бы кучу денег да, я так точно я просто невозможно сколько книг покупаю вот, знаете свои права граждане точно ладно, спасибо, Сереженька друзья, я тут сидела недавно вчера, вчера буквально сидела и смотрела влог с канала супер отпуск на даче очень красивый сад у девушки она сама там все делает это вообще очень красиво, потрясающе еще у меня мама меня подстегивает присылает мне постоянно красивые фотографии что у нее тоже цветет еще я смотрю на ее цветы которые я пока что у себя держу ее комнатные цветы которые вообще разбушевались там фиалки цветут просто сумасшедше пока я сидела смотрела значит этот канал я вот без дела-то сидеть не могу вязать, вышивать не получается я подумала, что попробую-ка я взять вот эту вот мою алмазную живопись и смотрите как я продвинулась я наверное, ну не знаю сколько я цветов вот этих номеров ну наверное штук 6 точно я заполнила то есть мне осталось прям буквально всего ничего вот получается вот эти стрелочки цифра 7, буква А такая буква, я ее называю психологией вот крестики ну в принципе, то есть не так уж много осталось и прям таки в принципе даже меня это никак не фрустрировало ничего, я как-то не устала вполне себе получила удовольствие так что вот такие у меня продвижения по алмазной живописи внезапно вот, ну я больше ничего пока не смотрела занималась другими делами всякими домашними поэтому больше пока не продвигала но тем не менее промежуточный результат вам решила показать потому что вот так вот если я внезапно буду брать и заполнять эту мозаику то в следующий раз я вам ее уже готовую покажу наверное у нас сегодня очень пасмурно вот так вот над лесом даже небольшой туман стоит на камере этого по-моему не видно но тем не менее туман есть такая погода но на самом деле хорошо не жарко небольшой дождь прошел и прям так свежо прям очень приятно друзья, я взяла свою алмазную живопись смотрю канал супер отпуск на даче и что я заметила смотрите, вот собственно стилус которым нужно присоединять эти стразики сюда кончик вот этого стилуса нужно опустить в гель и потом на этот гель хорошо приклеиваются эти алмазики, стразики и их крепят вот сюда здесь клеевая такая основа и что я заметила только сейчас вы представляете конечно, ну вот что значит я вообще в этом ничего не понимаю это моя первая алмазная живопись вот с этой стороны тоже можно приклеивать и по нескольку стразиков смотрите то есть сюда тоже можно добавить гель вот я сделала первый раз всего лишь и потом просто брать по несколько сразу вот смотрите видите три сразу я взяла это вообще я только-только об этом узнала ну что называется век живи, век учись и я ничего обучающего по этому поводу не смотрела я просто вот интуитивно по инструкции это все делаю и почему-то вот в инструкции не было написано что стилус двухсторонний просто вот эта вот часть она металлическая и сразу было понятно что этой частью нужно приклеивать стразики ну а вот эта часть она такая пластиковая и в виде лопаточки и я вообще не сообразила я вот только сегодня так смотрю на этот стилус и думаю а что это у него такой наконечник странный какой-то непонятный колпачок или что это и вот я поняла что им тоже можно пользоваться и по три сразу стразика приклеивать ну вообще конечно вот так что сел я смотреть видео на канале супер отпуск на даче длится где-то час ну не где-то час а час шесть минут я люблю такие длинные видео к сожалению самой у меня такие длинные видео получается снимать довольно редко ну какие получаются такие получаются так что вот села наверное доделаю ну не доделаю значит не доделаю значит потом как-нибудь но тем не менее вот села делать ну вот друзья я наконец-то закончила свою алмазную живопись первую на моем опыте вот так вот получилось по-моему очень мило выглядит конечно не все стразики ровно расположены но когда даже чуть-чуть просто отдаляешься уже картина просто выглядит достаточно законченной завершенной цельной и уже не замечаешь что там что-то неровно приклеено так что вот такой вот результат у нас очень пасмурно очень плохой свет я включила весь свет который можно но все равно видно не очень хорошо но в любом случае я думаю что суть понятна так что вот такой вот результат что ж друзья вы посмотрели наш 29 влог я надеюсь что вам было интересно и приятно провести с нами время будем рады если вы нас поддержите комментарием лайком или подпиской встретимся с вами в следующих видео пока-пока